Практически месяц прошел с момента отмены самоизоляции. Пассажиропоток снова вырос и достиг почти прежнего уровня. Поэтому противовирусные меры принимают очень интенсивные. Чтобы обезопасить людей, на всех московских центральных диаметрах проводят мощную дезинфекцию. И за биологическую безопасность пассажиров МЦД в том числе отвечает и техника. Например, в поездах и Волга есть встроенные системы обеззараживания воздуха. Как они работают и насколько хорошо себя зарекомендовали. Узнаем у Валерии Шарафуддиновой. Руководителя управления продуктового и технического маркетинга. Дирекции по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга. Компания, которая выпускает и Волги. Доброе утро, Валерия. Доброе утро. Валерия, расскажите, пожалуйста, что представляют собой системы обеззараживания воздуха в Иволгах. И каков принцип их работы? По большому счету они являются частью системы микроклимата любого электропоезда. Да и в принципе любого пассажирского транспорта, который выпускает компания Трансмашхолдинг. Установка сама по себе это ультрафиолетовые лампы, проходя через которые все микробы и вирусы, находящиеся в воздухе, просто инактивируются. То есть фактически все наши пассажиры, делая вдох, дышат действительно чистым, безопасным воздухом и могут быть уверены, что никакие вирусные заболевания или же сезонный грипп им не страшны. Насколько эффективны эти системы? Как они себя зарекомендовали в работе на МЦД, в том числе в период распространения инфекции? Эффективность этих систем доказана специальным научно-исследовательским центром при Роспотребнадзоре. Проводились трехэтапные испытания. Это были и лабораторные испытания, и так называемые натурные испытания. То есть фактически была произведена симуляция настоящего эксплуатации поезда с реальными пассажирами, и результаты этих испытаний показали, что системы эффективны. Они уничтожают практически 99% всех микробов и бактерий, и абсолютно безопасны для наших пассажиров и даже для машинистов, потому что в кабинах электропоездов также стоят такие системы обеззараживания воздуха. Правильно ли мы понимаем, что системы обеззараживания воздуха в Иволгах были установлены еще в период проектирования поезда, то есть задолго до пандемии? Да, действительно это так. Трансмашхолдинг уже более 10 лет устанавливает подобные системы во всем подвижном составе. Это и привычные нам с вами электропоезда в пригородном сообщении, и Иволги, о которых мы говорим, и поезда метро. То есть все пассажиры всего городского транспорта города Москва могут быть уверены в своей безопасности, своего здоровья. За более чем полгода работы МЦД Иволга очень полюбилась пассажирам. В поезде широкие двери, просторный салон, без тамбуров, межвагонных переходов, есть Wi-Fi, USB, множество других атрибутов комфорта. Но нам известно, что вы планируете еще больше усовершенствовать состав Иволги. За счет чего? Каким будет обновленный поезд? Это действительно так. Мы с момента, как только выпустили наши поезда, продолжали думать, чем же еще мы сможем удивить и наших заказчиков, и наших пассажиров. И, безусловно, мы делаем акцент на пассажирских сервисах, то есть постоянном увеличении комфорта. Потому что мы понимаем, что пассажиры хотят чувствовать себя комфортно не только дома и на работе, но и в пути. Ведь они проводят достаточно много времени и в электропоездах, и в Волгой, и в метро, соответственно. Но при этом мы не забываем и о технических характеристиках, и сейчас мы работаем над так называемым понятием уменьшения времени в пути. То есть мы увеличиваем скорость нашего электропоезда и ускорение. И фактически теперь ваша дорога от дома до работы займет чуть меньше времени, чем вы планировали. Ну что ж, знаем теперь, где подышать чистым воздухом. Спасибо большое вам за интересный и содержательный разговор. И доброго дня. Спасибо вам большое.